на стадии репрессии даже на стадии репрессии они имеют системный характер то есть что имеется в виду четко определен объект репрессии он уже так сказать не плавает вот и кто я вам скажу значит это прежде всего это прежде всего те кого вот условно говоря называют националисты экстремисты им придумали очень смешно знаете что в этом преследование вот этой категории нынешняя власть полностью совпадает с властью януковича потому что те тоже называли национал фашист всех националов свободовцев там и так далее которые боролись за украинский язык там и тогда то есть вот они называли вот национал фашистам противостоят истинные патриоты национал фашисты мы берем то есть тоже вот называется национал экстремисты радикалы вот они такие сики грубо говоря оговорка по фрейду циничные бандеровцы значит понятно почему почему эта категория потому что это при можно как угодно относиться к национализм то есть там разные силы есть весьма разные но у них есть одна вещь это есть патриотизм поймете они все равно они любят украину по-своему пусть допустим и они многие из них и и реально готовы были защищать и защищали с оружием в руках видит добровольцев и так далее тогда воевали на воевали и выстояли выстояли да и вот теперь эти вооруженные люди с оружием в руках они видят что происходит что-то не так вот во власти особенно на донецком направлении то есть они понимают что власть делает что-то не то они готовы возмущаться они готовы протестовать естественно в виде превентивного какого-то действия власть понимает что эта категория для нее опасно вот так или иначе естественно она начинает некую технологию ее преследование именно этой категории людей первая ласточка это пла это было это было убийство сашка билла это было убийство политическое убийство первое потому что он был опасен он был реально он был реальных как бы верил в революцию в революцию с автоматом в руках его убрали но это было первое кстати фаза преследований не исключает точечного террора но только в виде отдельных каких-то вкраплений ну допустим вот при кучме тоже было некое преследование был убит гангадзе но это бы это был это был террор так сказать в отношении одного отдельную еще там нескольких журналистов и тогда но но это не был террор вот в нашем привычном смысле слова и не было репрессии вот в этом системном поле какому-то такому вот и вот сейчас вот значит первое появляется вот эти люди и так далее дальше появляется в число объекта этих преследований это грубо говоря депутатский корпус который попытается создать некую если не оппозицию демократическую какую-то фронту ну скажем так фронт и так понятно что сейчас в этой роли радикальная партия вот которая так сказать решила занять эту нишу нишу вот этого ну как бы оппозиционного протеста против действий власти и примерно вот и же с ними вот пока пока вот так вот вот как бы репрессия и вы из и смотрите что делается вот сколько сидят уже националистов грубо говоря их их так тихонечко иногда убирают огнать а ну вот если уже многие писали списки вот политических политвязни в нового режима они намного превосходят списки янукович вот эти люди сидят говорили многие говорили про ну про богдана тыцкива которому сломали руку во время этих ну я не говорю про скандальный арест юрия сиротюка многие писали в этом это автор самого термина революция видность сам этот чистый человек и честный человек который воевал и так далее значит он был обвинен вот в этих всех сказать заварушках так сказать в игру верховный рад это первое начнем еще раз говорю что вот примета это системная системная репрессии выбор объекта